Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Мне пришла в голову идея простого пирога. Его можно приготовить из продуктов, которые вы легко можете купить в любом супермаркете поблизости. Никаких перьев из хвоста совы, никаких слезинок девственницы из публичного дома, никаких клыков дракона вам не понадобится. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки в конце ролика прочитаете. Сейчас приступим. Надо начистить картошки для картофельного пюре. И отварить ее в подсоленной воде. Грибы довольно крупными кусочками нарежу. У меня шампиньоны, но можно брать любые абсолютно. Масло разогреется в сковороде и отправляю грибы обжариваться. Сначала огонь сильный, надо дождаться, когда грибы дадут сок. Затем дождаться, когда он выкипит. И только затем добавлять лук. Пока лук обжаривается, нарежу курятину кусочками. Я взял бедро с уже удаленными костями, чтобы времени не терять. Но можно вообще любое мясо использовать. И курятину, и говядину, и свинину. Какой вам нравится. Естественно, результат по вкусу будет разный. Но кто вам сказал, что это плохо? Когда лук уже немного обжарится, можно добавить курятину. Обжаривать уже все вместе. Отлично. Духовку, кстати, уже пора включать. 200 градусов. Верхний и нижний нагрев. Начинку надо приправить солью и перцем черным. Видите, кусочки курицы уже побелели, значит самое время добавить муки. Немного. Мука нужна, чтобы соус гуще был. Можно уже сливками заправлять. У меня 18-процентный, но это тоже неважно. Берите любые. Возьмите совсем жидкие, просто подольше немножко придется томить соус, чтобы он загустел. 18-процентный густеют быстро. Остается нарезать довольно мелко соленые огурцы. Лучше всего подойдут такие, что шовырли глаз. И в начинку их. Это, между прочим, очень классное сочетание мяса, грибы, лук и соленые огурцы в таком густом сливочном соусе. Все, оставляю начинку томиться на самом слабом огне. Сам займусь основой для пирога. Так как начинка очень мокрая, сочная, не мокрая, подпечь. Тесто я купил готовое. Подойдет, кстати, тоже абсолютно любое. Хотите слоеное, берите. Не важно, там дрожжевое, бездрожжевое. Хотите песочное. Можете даже самостоятельно замесить. Рецепт я в конце ролика напишу. Вилочкой дно наколоть, чтобы сдувалось меньше. И гороху насыпать для тех же целей. И в духовку на 15 минут. А мне уже пора пюре готовить. Картошное пюре стандартное, со сливочным маслом и молоком. Мне регулярно рассказывают сказки, что от холодного молока пюре серым становится. Знаете, вот уже 50 лет живу, до сих пор такого конфуза со мной не случалось. Что я делаю не так? Так, нагрев под начинку уже можно выключать. Кстати, если у вас слишком густой соус, то всегда можно добавить воды или молока и довести до желаемой густоты. Все. Жду, когда основа подпечется и можно собирать пирог. Начинаю сборку. Начинка очень сочная, поэтому, чтобы тесто не размокало, самым нижним слоем пойдет у меня сыр. Выбирайте, какой вам нравится. Я взял для этих целей чеддер. Затем идет основной слой начинки. Сверху опять сыр, в этот раз моцарелла. Моцареллу кладу, чтобы отделить слой картофельного пюре от вот этой мокрой, опять же, не мокрой, сочной начинки. И сверху пюре. Чтобы его красиво выложить, воспользуюсь кулинарным мешком. Естественно, можно все обычной ложкой выложить и не морочить себе голову. Но я постараюсь. Отлично. Все. Отправляю в духовку на 15-20 минут. Начинка-то готова. Мне нужно только, чтобы слой картошки немножко сверху подпекся. Долгожданный момент пробы. Вот такая форма укладки картошки, то есть при помощи мешка кондитерского, позволяет получить большое количество таких остреньких краев, которые в духовке очень быстро подпекаются и приобретают аромат печеной картошки. То есть это одновременно и вкус пюре нежного такого с молоком, с маслом и одновременно и печеной картошки. Мне это очень нравится. Конечно, можно все выложить обычной ложкой, потом сделать такие как бы волны какие-то барханы, но это не очень красиво. В принципе, для домашнего, так сказать, потребления, когда не нужно гостям что-то показывать, вполне можно. Не мучаясь с мешком так сделать. Давайте пробовать. Такой сырный пирог. Слушайте, это классно. Это классная начинка. Я не знаю, пробовали ли вы, есть такое блюдо, по-моему, из прибалтийских стран, Курзамес называется. Там, как правило, свинина тушится, обжаривается с луком в соусе, со сметаной, иногда со сливками. Тогда добавляются как раз-таки соленые огурцы. В данном случае это курятина, плюс еще грибы. Это очень классное сочетание, потому что сливки с обжаренным луком придают сладости соусу. Соленый огурец, кислоты яркой такой, мясо, ну оно и есть мясо, в данном случае курятина, это здорово. И плюс печеная картошка, замечательно. Не обязательно покупать готовое тесто, можно самому сделать это быстро, потратите максимум минут 10. Слушайте, здорово, готовьте. Чудо. Короче, готовьте такую вкусноту и наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Будем обжараться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...